Совершал Алимьянма геноцид по отношению к народности Рахинджа. Этому есть неопривержимые свидетельства, заявил один из адвокатов в Международном суде ООН во второй день слушания по делу о предполагаемом геноциде в отношении мусульманского меньшинства. Иск от лица Организации Исламского Сотрудничества подала Гамбия. Ранее госсоветник Миянмы Аун Сан Суджи заявила, что ситуацию вокруг Рахинджа нельзя квалифицировать как геноцид, хотя признала, что военные, возможно, непропорционально применяли силу. С этим не согласен министр юстиции Гамбии. Специальный советник генсекретаря ООН сделал выводы относительно геноцида. Специальный докладчик ООН по Миянме пришел к такому же заключению. Таким образом, есть убедительные доказательства геноцида, чем мы крайне обеспокоены. С августа 2017 года из Миянмы в Бангладеш из-за действий военных Миянмы бежали свыше 740 тысяч Рахинджа. Сан Суджи утверждает, что армия преследовала лишь боевиков вооруженных группировок. А вот что говорят беженцы. ООН Сан Суджи послали в Гаагу, чтобы лгать. Армия Миянмы и полиция пытали нас, и она заявилась в Международный суд только для того, чтобы спасти репутацию военных. Сан Суджи собирается защитить полицию военных, а также правительственных чиновников. Это недопустимо. Он и нобелевский лауреат. Ложь ей с рук не сойдет. Ситуация в Миянме обострилась летом 2017 года, когда боевики движения «Раканская армия спасения Рахинджа» напали на опорные пункты полиции в штате Ракхайн. Последовавшая за этим силовая операция привела к гибели 400 человек. Сотни тысяч стали беженцами.